Приветствую, мои дорогие! Я надеюсь, что вы посмотрели сперва предыдущее видео, потому что это видео, оно просто является продолжением. Итак, на мой взгляд, самым важным, самым главным, что вы можете сделать сами для себя, и это то, что буду делать я, мне задают вопрос, как же себе помочь, что же делать, как себя собрать, как себя вернуть в состояние целостности, как вообще вновь почувствовать вкус жизни, когда информация тебя просто заполнила, когда ты сидишь в пабликах и полностью, тотально погружён в состояние, в состояние, скажем так, раздрайва, в состояние непонимания, как жить дальше, что делать дальше, когда ты на клеточном уровне чувствуешь и сопереживаешь другим людям, их боли, их трагедии, как не сойти с ума самому, самому. И вот здесь, мало того, эта рекомендация будет и для тех, кто является моим клиентом, кто сейчас находится в Украине, продолжать жить. Что такое жить? Как мы жили раньше? Была какая-то рутина. Приведу пример. Не буду говорить, конечно же, имени моей подруги, девочки, которая максимально, насколько могла, находилась дома у себя в Харькове, пока это было возможно, но когда уже просто находиться было категорически нельзя, потому что это было невероятно опасно для своей жизни, они выехали с родными, выехали из Харькова, и их приютила семья в деревеньке. И она мне рассказывает, как, она говорит, Аня, это такой кайф, меня откармливают творогом со сметаной, я пью молочко, домашние продукты. В общем, это чистый кайф. И она со мной поделилась таким откровением. Вкратце я хочу это рассказать, да, это не будет некорректно с моей стороны, только лишь из-за того, что, да, никто не знает, о ком я говорю. А для многих, кто будет на меня смотреть, это, на мой взгляд, может служить очень таким, знаете, как мотивационным примером. Так вот, она мне говорит, Аня, я не знаю, как быть, в каком плане, в том плане, что она максимально, она смотрит, да, видео мои, она слушает подкасты, она делает медитации, и они невероятно помогают, они её невероятно поддерживают. Но она говорит, когда в самой семье, да, семья мужа и семья её, разговоры только о войне, и всё это в очень негативном характере со всеми вытекающими. Я думаю, каждый понимает, о чём я говорю подробностями, да, болезненностью и так далее. Она говорит, а я словила себя на том, что мне внутри стыдно, что мне хочется, я включила музыку, и мне хочется потанцевать, мне хочется порадоваться. Говорит, я вижу красивое небо, я вижу солнце. Вы понимаете, какая это катастрофа? Какая катастрофа? Когда внутри человек нашёл в себе эту силу, нашёл в себе, да, неважно, какие он инструменты для этого использовал, но он смог себя поддержать, он смог себя вывести на уровень света. И ему внутри стыдно. Ему внутри стыдно, а как я могу радоваться? Этому будет посвящён подкаст. Я не знаю, когда вы будете смотреть эту запись, но в любом случае в Телеграм обязательно подписывайтесь. «Дзен Пси Аэл», подкаст называется «Дзен Психология». И там я в этом подкасте, да, как раз рассказала эти моменты, мы исцеляли вот эту боль, когда мы не можем себе позволить, да, внутри нас убеждение, что мы не можем себе позволить радоваться, просто радоваться, то, что ты жив. Одно дело, когда, да, это люди не могут себе позволить, когда они здесь находятся, что им словно, да, здесь имеется в виду в разных уголках мира, где спокойно, где мир, где мир в их, скажем так, в визуальном радиусе, да, потому что у них внутри ощущение, а как я могу быть рад, вот если дорадоваться, когда кто-то страдает, у кого-то больно, у кого-то страшно, это один момент, а другой момент, когда человек там, находясь, нашёл в себе эту энергию, ему даже там страшно это делать. И к чему я вас хочу направить? Я к этому пришла только к 14 марта. Осознанно, именно осознанно. Да, я поняла, что самое главное — это продолжать заниматься своей рутиной. Все, кто смотрел мою лекцию, которую я проводила 31 декабря, все помнят мои слова, пересмотрите. Кто не смотрел, просмотрите обязательно. Я говорила, на что необходимо направить свой фокус внимания, как прожить энергию, тяжёлую энергию 2022 года. И одним из правил, одной из рекомендаций было делать рутину. Открыл ежедневник и смотришь, ага, что у тебя было сформировано, что ты должен делать. Это словно такое, скажем так, как некрасивое слово «день сурка», да? Но это в определённом контексте может являться твоим спасительным инструментом. Когда ты не распространяешься, послушать от них, пострадать с другими, здесь посмотреть и просто себя под асфальт закатать, да, и просто уничтожить от, не знаю, видеофотографий, там, разрушенных, да, зданий, всего в этом духе, и просто себя, да, уничтожить. А можно открыть ежедневник и посмотреть, что у тебя было запланировано. У тебя запланировано каждый день заниматься ходьбой. И вспомните, это, знаете, как я вам приведу пример, я сейчас быстро не смогу вспомнить, кто же мне об этом говорил, кто-то из клиентов, учеников. Ладно, не буду долго вспоминать, но это то, что просто зашло настолько ко мне в глубину, что мне рассказали, как дедушка, которому там, ну, то ли 75, то ли 80, ну, в общем, то ли 85, ну, в общем, дедушка. Когда был карантин и когда никого не выпускали, я, у меня не было такого понятия, что мне кто-то что-то может запретить. Я брала, выходила, я всё время гуляла. Я постоянно гуляла в здании, я понимала, что это спасение, воздух, свежий воздух, это спасение для моих лёгких, для моего здоровья, что если я буду ходить, никакая инфекция к нам не пристанет. У меня это была полная программа, которая была во мне. А дедушка не ходил, не выходил на улицу, но он ходил каждый день 10 тысяч шагов по своей однокомнатной квартире. Вы понимаете по своей однокомнатной квартире? Если у вас есть дворик, ходите. Если у вас есть квартира и ваше убежище, да, понятное дело, если это убежище, так убежище, да, где там тысяча человек, это один момент. Но если у вас есть хоть какая-то возможность, да, у вас есть ваша комнатка, а тем более, если вы, да, сейчас не в Украине, пожалуйста, у вас 100% в ваших записях должно было звучать «Здоровье, моё физическое тело». Пожалуйста, не забывайте, делайте это, выполняйте. Производите рутину и находите в этой рутине удовольствие. Что делает рутина? Что делает действие, которое вы бы всё равно выполняли, да, вы бы, ну скажем так, что делает? Для меня рутина — это мой YouTube, да, это моя работа, которая, да, можно сказать, с одной стороны не оплачивается, потому что никакой нет монетизации на YouTube, и с другой стороны вы мне всегда присылаете донейшн, поддержку материальную, за что я вас бесконечно благодарю, поэтому я в полной силе могу сказать, что это и работа, и благотворительность для тех людей, кто физически, материально хотели бы, но не могут, да, за неимением возможности, да, поблагодарить меня и в таком виде в том числе. И я поняла, что, а как, почему я этого не делаю, почему я перестала вести YouTube, почему я перестала с вами говорить, почему я перестала делиться своими мыслями в таком формате. Я вам объяснила ранее, да, почему, потому что я проходила разные совершенно состояния, то есть сейчас я поняла, что поговорив с вами для меня, это, да, это моя рутина, это работа, но получаю я облегчение. Быть может, кто-то, соприкоснувшись с моей энергией, тоже получит облегчение, и, да, мне потом об этом напишет. Занимайтесь теми вещами, которые вы и так делали, пью, там, да, ухаживайте за собой, пейте тёплую воду, добавляйте туда мёд, лимона нет, мёд добавьте только, да, лицом своим занимайтесь, у вас есть руки, да, делайте самомассажи. У меня был период очень интересный, когда я посмотрела на себя в зеркало, и я увидела просто плюс 10 лет. Об этом я расскажу как-нибудь в другом видео. Это всё было за этот период. И я тоже себе сказала, Аня, почему ты не ухаживаешь за лицом? У меня был период, когда я просто вспоминала о том, что у меня оказывается такая грязная голова, и я её забыла помыть. А это моя рутина, вы понимаете? Поэтому нас может спасти то правило, о котором я говорила. Пересмотрите эту лекцию, пожалуйста. Даже те, кто смотрел, да, пересмотрите, вспомните. Там очень много ценной информации. Я сейчас понимаю, что там просто кладезь ценной информации. Это фантастика, которая... И эта информация именно подходит для того момента, о котором я тогда говорила. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь тому, что у вас радостно на душе. Не стесняйтесь тому, что вы любите, даже если вы находитесь в эпицентре события. Не стесняйтесь тому, что у вас нет внутри осуждения, агрессии. Это радость, это счастье. Благодаря именно таким, как вы, мы создаём поле света, и мы можем противодействовать и сопротивляться силе тьмы, которая сейчас в огромном объёме процветает. С любовью к вам, Анна Лещенко, и до скорых встреч. Люблю вас. Благодарю за ваши комментарии. Пожалуйста, поддержите мой канал, поддержите меня. Для меня это поистине очень ценно. Спасибо. Спасибо.